Всем привет, друзья! Меня зовут Павел, и я хочу поздравить вас с настоящим историческим событием. Ведь не так часто в нашем обществе происходит что-то, что может одновременно порадовать две противоборствующие группировки. И сегодня в голубом углу ринга у нас феминистки, а в розовом крикуны фемки гофшахты. Мы и против гендерных стереотипов на этом канале. Список запрещенных для женщин профессий сократился. В новом году вступил в силу приказ Минтруда России об утверждении сокращенного перечня работ. Раньше в списке было 456 наименований, а теперь осталось 100. Приказ снял ограничения на ряд профессий, которые раньше считались сугубо мужскими. Боцман, шкипер, матрос. Кроме того, женщины могут устроиться машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов. Почему некоторым мужчинам так хотелось отправить женщин оценить настоящее равноправие, я думаю, объяснять не нужно. Еще мы логику МГшников тут не обсуждали. Но феминистки-то почему боролись за тяжелую работу? Ведь это забота о прекрасных дамах. Только вот это та самая забота государства, о которой не просили. Почему некоторые вредные профессии являются исключительно мужскими? Потому что женщинам еще рожать. И это правда. Но, во-первых, не всем. Во-вторых, если мужчина не рожает, его можно сразу в утиль. Ну и в-третьих, а можно человек как-нибудь сам будет решать, что делать со своей жизнью. В рамках закона логичным продолжением подобных запретов является ограничение продажи сигарет девушкам. Ведь ты же будущая мама. Какие нафиг папиросы? Тебе нельзя. А если беременная алкоголь хлебнет? Может быть, женщин не пускать в винные магазины? Ну вот серьезно. У нас множество женщин гробят свое здоровье алкоголем. И по большому счету это как-то никого не волнует. Главное, чтобы не на запрещенном производстве. Им же еще диеток рожать. Звучит, конечно, бредово, только вот и оберегающие профессиональные ограничения смотрятся не особо лучше. То есть прямо в документах зафиксирован факт того, что государство считает, что ты настолько не в состоянии самостоятельно принимать решения. Если женщина рвется работа в тяжелых условиях, очень велика вероятность того, что она как минимум понимает возможные риски. А если она не понимает, то скорее всего стоит признать, что существуют точно такие же непонимающие мужчины. Но это как-то никого не волнует. Мужчинам же рожать не нужно. И если вы вдруг считаете, что некоторые виды профессионального спорта не так вредны для женского здоровья, подумайте еще разок. Но их почему-то никто не запрещает. Следующий момент, вероятно, просто разорвет ваше сознание. Но женщины и так порой работают на запрещенных для них производствах. Просто оформляют их уборщицами и прочими техничками. И да, трудятся они вместе с мужчинами. Представьте себе, у нас и женщины дальнобойщицы есть. Всем привет, я Женя Маркова, и я работаю дальнобойщицей в России. Проверка орфографии ВКонтакте подчеркивает слово дальнобойщица красным. Вот так всегда. Люди есть, а слова нет. У нас эта профессия до сих пор запрещена законом для женщин. Нет, нас не побивают камнями, даже не запрещают иметь свой бизнес в сфере. Но наших работодателей все еще могут штрафовать за то, что те, вопреки законам и стереотипам, приняли нас на работу. Сиди дома и воспитывай детей, ведь типа именно заботой о репродуктивном здоровье женщины и обусловлен законодательный запрет. Впрочем, тогда я еще о нем не знала. Узнала я, когда у меня появилась возможность освоить профессию на платной основе, и я начала искать работу. Вот тогда и выяснилось, что на себя работать можно. Устроиться же фирму? Нет. А работать на себя это вложения, кредиты, налоги и все те же стереотипы. Я с бабой дела вести не буду. Естественно, сразу же после публикации новости изо всех щелей посыпали женские мужские крики. Наше общество обречено. Ведь как женщина сможет что-то тяжелое поднять? У нее же сил нет. А санитарки никого не напрягают. Никто не переживает, что у медицинского персонала проблемы будут. Или переворачивать тяжелобольных лежачих пациентов это другое, не физическая работа. Меня подобные замечания удивляют ничуть не меньше утверждений. Мужчина не может работать в начальной школе. Они же вообще не представляют, как себя с маленькими детьми вести. Кто? Мужчины в целом? Или этот конкретный педагог просто потому, что он мужчина? Нет, конечно, если представить, что у нас шпалы заставят таскать художественных гимнасток, то да. Ой-ой-ой. Но вам не кажется, что в профессиях, требующих большую физическую силу, в первую очередь и заинтересованы те женщины, у которых эта самая физическая сила есть? Если в общем и целом мужчины в среднем сильнее женщин, это вовсе не отменяет того факта, что девушка, занимающаяся профессионально тяжелой атлетикой, поднимает гораздо больше веса, нежели не спортивный парень. Да теперь сплошные аварии же будут. Они же начнут краситься в самый ответственный момент. Понятно, что это шутка. Я надеюсь. Но забавно, что подобные шутки-минутки возникают только тогда, когда речь заходит о более-менее оплачиваемых профессиях. Никто не переживает, что женщина-врач вместо того, чтобы заботиться о вашем ребенке в больнице, прям во время обхода начнет тоналку поправлять. Голова, говоришь, болит. А если воспитательница в детском саду во время прогулки решит заняться накладными ресницами, а дети в это время выбегут на проезжую часть? Не страшно? Нет. Именно женщина-машинистка в метро. Ну а кто еще? Просто обязана в самый ответственный момент бросить все и начать прямо на рабочем месте смотреть туториал Марины Лакшес. А то вдруг стрелка кривая. Здравствуйте. А вообще именно новость о машинистках в метро открыла просто какой-то настоящий портал в ад юмористов. Не, гендерных стереотипов давно уже нет. Если, конечно, ты не мужчина-преподаватель в начальной школе или машинистка в метро. Женщина за рулем это к смерти. Как хорошо, что в вагоне метро нет руля. Можешь выдохнуть. Кстати, о женщинах за рулем. Когда в прошлом декабре мне нужно было ехать на похороны, приехал замечательный таксист-мужчина, провез меня минут 10, а потом заявил, что нет, он не сможет довезти меня из одного района Подмосковья в другой, потому что дороги сложные, путь непонятный, можно потеряться. И, в принципе, он может довезти меня до ближайшей остановки и высадить. Прямо в лесу. Но, слава богу, хотя бы он развернулся и довез меня назад до дома. Потому что дорога очень сложная и непонятная. И следующее такси, которое я вызвал, им управляла женщина. Когда я рассказал эту историю, она даже не поверила, что такое бывает, что человек, типа, нет, не может никуда отвезти, потому что все очень сложно и очень непонятно. И, да, женщина-таксист вполне спокойно меня довезла. И такое бывает. Оказывается, профессионализм не зависит от пола. Нет, кто бы мог подумать. Хотя, конечно, женщина за рулем, это очень плохо. Это вообще неправильно. Иное дело, мужчина, который тебе предлагает в лесу выкинуть из машины. Вот это прям круто. Гендерно правильно. Риск все-таки, если будет какая-то внештатная ситуация. Женщины, в частности, теряются при таких обстоятельствах. И мужчины неподготовленные теряются. Ключевое слово – неподготовленные. Реально полное ощущение, что многим кажется, что теперь просто любая девушка с улицы просто прямой наводкой в вагон машиниста отправится. Может быть, машинистов сначала готовят? Потому что, если нет, мужчина, женщина, джунгурский хомячок. Нам всем крышка, если за все отвечает непрофессионал. А если рассуждать о внештатных ситуациях, то женщины к медицине нельзя подпускать. А то слезы, волнение, истерика. А тут операцию нужно делать. Ну и один маленький, малюсенький такой факт. В Советском Союзе женщины уже управляли поездами в метро. И ничего, справились. Наверное, потому что работали профессионалы. Дело такое. Пусть хоть на голове ходят, если где-то чешется, но тут целый состав людей от их пилотки зависит. Женщины-то лево-право иногда путают. Конечно, их можно дрессировать, но бывают экстремальные ситуации. Тут уж только бог в помощь. Именно это стоит рассказать Тами Шульц, которая в 18-м году спасла жизни 150 человек. Она сумела удачно посадить самолет после того, как у него взорвался один из двигателей. Хотя, возможно, для этого не нужно было знать, где право, где лево. Причем здесь сексизм. Женщина в кабине поезда – это то же самое, что мужчина в синхронном плавании. Действительно, какой еще сексизм? Ну и вот. Сейчас нарожают и в декреты с бесконечными больничными. Пишет, кстати, женщина. Повторю свой вопрос. Никого не волнует, что медсестра устроится в больницу и в декрет с бесконечными больничными? Или проблемы начинаются только в тот момент, когда нормальные деньги на горизонте появляются? И лично я за то, чтобы мужчины в декрет уходили, если паре так лучше. Что ж так сложно-то доходит? Женщины физиологически, физически, психологически слабже. Слабже, Карл. Слабже. Русский язык со стоповым. Среднестатистического мужчины. Это все равно, что в кабину посадить хромого или полуслепого мужика. И безопасность от этого точно не повысится. В лучшем случае останется на том же уровне. Очень надеюсь, что они справятся, если будут работать. Но так уж природа распорядилась, что женщины с техникой чаще всего на «вы». Господи, вот это сравнение. Женщина в кабине равно полуслепой мужчина. Какая разница, какие и где среднестатистические мужчины и женщины? Нам нужно оценивать конкретного человека на конкретной должности. Мужчины чаще всего с косметикой на «вы». Это что, значит, что мужчина не может стать визажистом, а физическая сила? Вот эта девушка работает грузчиком. И что-то подсказывает среднестатистического мужчины, она сильнее. Кстати, о ее профессиональной истории можете почитать в статье по ссылке в описании. В старину считали, что у дел женщины – дом, дети, церковь. Дальше не суйся. Правильно считали. Всему свое место. А мне вот лично без разницы, кто меня везет. Главное, чтобы хорошо работали. Аминь. Когда-нибудь и у нас поймут, что работника нужно оценивать по его профессионализму, а не полу, вере, национальности. Но это детишке уже совсем другая история. Я не могу, в моем вице. Замони. Продолжение следует...